Павел Путиневич, поздравляю с победой. Спасибо. И хочу вас попросить поделиться своими впечатлениями о матче и в целом подвести итоги прошедшего сбора на Кипре. Ну что касаемо проведенного матча с командой «Зенит-2», то он проходил полностью под нашу диктовку. Мы имели и игровое, и территориальное преимущество. И, собственно, счет, который есть после финального свистка, это закономерные итоги, закономерная победа команды «Фраком». Сбор на Кипре подошел к концу. Довольны ли вы его содержанием и его, так сказать, итогами? Ну, итогами доволен. То, что мы хотели. Основная цель – это у нас подготовиться, хорошо подготовиться к весенней части чемпионата 2015-2016 года. Условия, в которых проходил сбор, хорошие. И проживание, питание, качество болей оставляет желать лучшего. И цели, которые мы преследовали, преследовали, первая цель, я сказал, хорошо подготовиться. Вторая цель – это в официальных играх восстановить игровые связи и с приходом новых игроков наиграть эти связи. Собственно, эти две цели мы поставлены, выполнили. Я доволен результатами сбора. Павел Путиневич, немножко о турнире Кубок ФНЛ. Вы в этом турнире не новичок, в отличие от «Факела», от команды. Насколько у вас удовлетворяет регламент проведения турнира? Вот «Факел» выиграл три матча убедительно и сыграл одну ничью, и всего на всего пятое место. Насколько справедливо это? Ну, вы правильно заметили, что я не первый раз уже участвую и становился вместе с Екатеринбургским «Уралом» победителем этого турнира. Считаю, что формула проведения в какой-то степени нарушен спортивный принцип. Да, действительно, вы правы, что команда «Факел» провела на турнире четыре игры, не потерпела ни одного поражения в основное время. Проиграв по пенальти «Волгарю», набрав 10 очков, если брать по классической схеме, больше всех забив, меньше всех пропустив, ну так, на данный момент, на данный момент. Ты заняла пятое место, и все. Я считаю, что неправильно с этой точки зрения проигравший первую игру, может, случайно, и потом не иметь возможности исправить по ходу чемпионата. Раньше было проводился турнир по четыре команды в группе, играли по круговой системе, более справедливая была система розыгрыша. И дальше уже победитель выходил из таковой игры, уже на выбывание шли. Здесь с первого тура сразу восемь команд потеряли шансы бороться за кубок. Если будет возможность как-то повлиять на решение по изменению регламента, «Факел» будет выходить с инициативой об изменении этого регламента? Естественно, я считаю, что на следующий год нужно выходить нам, выходить, и не только нам, а я знаю мнение коллег своих по тренерскому цеху. И многие недовольны данной процедурой. Было принято регламент, принимался, как говорят, на совещании лиги. Но, насколько я знаю, что практически там из тренерского штаба никого не было. Были либо начальники, либо представители клубов. Я считаю, что нужно изменять систему розыгрыша на следующий год. Павел Пантелеич, заключительный вопрос, что касается дальнейших, ближайших планов «Факела» по подготовке. Последний сбор в Туапсе. Обозначь, пожалуйста, сроки и планы на этот сбор. Срок начинается у нас сбор с 28 февраля по 7 число включительно. Но цель уже окончательно подвести команду к старту чемпионата, выйти на возможность. У нас еще будет неделю поработать над физическими кондициями и выйти на тот уровень готовности, который требует начала чемпионата на максимальный уровень. И определить уже основной состав на первую стартовую игру. Какие-то спарринги планируются? Будет у нас одна игра на этом сборе. Соперник пока подбирается? Соперник, да, он уже на месте решит, организатор там занимается.